13 декабря 1974 года советский океанолог Станислав Курилов, известный на Западе просто как Слава, совершил дерзкий побег из СССР. Находясь на борту круизного лайнера «Советский Союз», он прыгнул в воду с 12-метровой высоты и почти трое суток плыл в Тихом океане, пока не достиг берега одного из островов Филиппинского архипелага. Как Курилову удалось успешно преодолеть 100 километров без еды и сна, остается загадкой и по сей день. Одной из самых сомнительных норм, существовавших в Советском Союзе, были жесткие ограничения на право выезда граждан за рубеж. Для того, чтобы получить право на выезд в качестве туриста в страны социализма, необходимо было пройти утверждение в целом ряде инстанций. Когда речь заходила о капиталистической стране, ситуация оказывалась в пять раз сложнее. Еще труднее было тем, кому в силу специфики своей профессии необходимо было сотрудничать с коллегами из-за рубежа. И человек мог годами не знать, почему его занесли в списки неблагонадежных. Одни смирялись со статусом невыездного, другие всеми силами пытались снять с себя клеймо. В этих условиях возникло такое явление, как невозвращенцы. Люди, получившие возможность выехать на запад, принимали решение остаться там навсегда, порвав с родиной. История океанографа Станислава Курилова стоит особняком. Пожалуй, никто более не совершал столь странного и опасного побега из Советского Союза. Он родился в Орджоникидзе, а детство провел в Семипалатинске, где заболел океаном. Как это стало возможным в краях максимально далеких от морских просторов, было загадкой даже для родных Станислава. Очевидно, помогли книги. В 10 лет он уже умел переплывать Ирдыш, а в 15 отправился в Ленинград, собираясь стать моряком. Но в Юнге его не взяли, в мореходное училище не приняли из-за близорукости. Но Станислав был упрямым человеком. Отслужив в армии, он поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт по специальности океанология. Курилов был настоящим фанатом океана. Он освоил профессии водолаза и аквалангиста. Был инструктором по глубоководному погружению в Институте биологии моря во Владивостоке. Помимо этого, Станислав самостоятельно изучал йогу. Причем добился в ней больших успехов. Ученый с легкостью мог спать на гвоздях, голодать в течение нескольких недель. Однажды в один грустный пасмурный день я прочел в газете объявление, что через месяц большой пассажирский лайнер идет к экватору с туристами на борту. Никаких виз не требовалось. В течение 20 дней лайнер будет находиться в открытом океане без заходов в иностранные порты. Круиз назывался «Из зимы в лето». Место сбора туристов – Владивосток, писал Курилов. Он сразу для себя решил, что едет в один конец. Что и как будет делать, до конца не понимал, но был уверен, что справится. Ночью 13 декабря, когда остальные туристы развлекались на танцполе, Курилов взял сумку с ластами, маской и трубкой, прикрыл ее полотенцем и пошел на корму. «Я попросил у Бога удачи и сделал свой шаг в неизвестность», – пишет он позже. «Всплыл на поверхность, повернул голову и замер от страха. Возле меня на расстоянии вытянутой руки громадный корпус лайнера и его гигантский вращающийся динк». Первую ночь он плыл по огням уходящего корабля. Потом, ругая себя за то, что не взял компас, ночью ориентировался по звездам, а днем сбивался с курса. Гром, молнии, гигантские волны, тропический ливень, накатывающая паника, проплывающие мимо акулы и ядовитые медузы физалии, которые, если заденут, будет паралич. На вторые сутки он, наконец, увидел берег, но сильное течение отнесло обратно. И, казалось, шансов на спасение больше не было. Но Курилов был счастлив, потому что был он, океан и больше никого вокруг. «Океан дышал, как живое, родное, доброе существо. Стоило наклонить голову к воде, и взгляду открывался фантастический, фосфорорисцирующий мир», – писал он. «Правда, потом появились другие ощущения. Ноги перестали повиноваться. Сильно горели обожженные солнцем лицо, шея и грудь. Меня лихорадило и все больше клонило ко сну. Временами я надолго терял сознание. Он плыл ночь, день, потом еще одну ночь и еще один день. Только на третьи сутки после прыжка, 15 декабря 1974 года, когда он был почти в забытии, огромная волна выбросила его на берег небольшого филиппинского острова Сеаргао. «Зачем?» – первое, что спросила у Курилова на плохом английском дочь рыбака, который привел его в дом. Она не могла понять, зачем надо прыгать с корабля, если можно купить билет и поехать, куда захочешь. Что он мог ей ответить, что страна, в которой он жил, не отпускала его? «У нас был договор с Жаком Кусто об исследованиях в Тунисе, но проект сорвался. Пошла прахом и экспедиция на атоллы Тихого океана. Целый год я готовил водолазную часть, но визу снова не дали», – пишет Курилов. «Причина – родственник за границей. Его старшая сестра Анжела училась в Ильязи, познакомилась с индусом, вышла за него замуж и уехала в Канаду. В личном деле появилась приписка «Приговор». «Посещение Капстран считаем нецелесообразным», – пишет океанолог. «Меня как будто ужалили. Пожизненное заключение без малейшей надежды на свободу. Выход один – бежать». Одни считают Курилова героем, другие – эгоистом, который подвел близких людей, оставшихся в СССР. «Славик прислал мне с Филиппин письмо, в котором описал свой побег. Оно бесследно исчезло, хотя к нам домой никто из органов не приходил, никаких репрессий не было», – вспоминает двоюродная сестра Курилова. А вот младший брат Славы Валентин пострадал. Он жил в Ленинграде, работал штурманом дальнего плавания и имел доступ в западные порты. После побега Славу заочно приговорили к десяти годам за измену родине, а Валентина выгнали с работы. От него ушла жена, он бедствовал, начал пить, его уже нет на этом свете. В СССР у Кирилова также осталась первая жена с сыном, они давно развелись и не жили вместе. И вторая супруга, правда отношения с ней не были идеальными. Но свое личное счастье он все-таки нашел, пусть и с третьей попытки. В Израиле он встретил Леночку, с которой прожил 11 лет. Из Филиппин Славу отправили в Канаду к сестре, рассказывает его вдова Елена Генделева-Курилова. Сначала он работал в пиццерии, потом в океанографических фирмах в Канаде, Америке, на Гавайях, в Ледовитом океане. Однажды встретился в Америке с израильским литератором Варанель, которая захотела экранизировать историю его судьбы. Фильм не сняли, но Слава оказался в Израиле, и мы познакомились. Весной 1986 года он приехал сюда навсегда, устроился океанографом в университет в городе Хайф. 29 ноября 1998 года ученый занимался водолазной работой и запутался в сетях. Напарник поднял его на поверхность, но было уже поздно. Когда Елене передали вещи мужа, среди них были свежие записи. Он до последнего дня вел дневник. Жена их собрала и издала книгу «Один в океане». «Для меня смерть Славы была внезапной, страшной», – говорит Елена, – «но для него она стала милостью Божией. Человек, у которого были просто мистические отношения с морем, не мог умереть на больничной койке». Знаете, что сказал писатель Василий Аксенов, когда ему сообщили, что Слава погиб, какой изящный абрис судьбы. И я с ним согласен.